Если вы заметили, что у человека внезапно перекосило лицо, нарушилась речь, ослабли рука и нога, это может быть инсульт. Срочно звоните 103. У врачей есть 4,5 часа, чтобы спасти жизнь. Состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На комиссии были рассмотрены итоги работы за 2019 год и планы о взаимодействии и укреплении сторон социального партнерства. Сегодня мы проводим заседание трехсторонней комиссии в расширенном составе. Напомню, что трехсторонняя комиссия у нас связана с регулированием социально-трудовых отношений на территории Аспустовского городского округа. Напомню, что такие встречи у нас проводятся ежегодно. Традиционно на этих встречах принимают участие у нас и депутаты. О работе комиссии в 2019 году доложила начальник отдела по экономике Татьяна Неустроева. В своем докладе она поблагодарила членов комиссии за активное участие в работе и напомнила тему заседаний в прошлом году. Далее Татьяна Неустроева отметила, что по рекомендации членов комиссии был проведен конкурс по коллективным договорам. По рекомендации членов трехсторонней комиссии выполнен конкурс, проведен по коллективным договорам. Было в конкурсе принято участие 16 организациями и предприятиями города. На следующий год планируем активизировать в данном направлении работу и еще пригласить для участия и поднять престижность этого конкурса в сфере индивидуального предпринимательства и субъектов малого бизнеса. В целом план работы трехсторонней комиссии за 2019 год выполнен. Заседание комиссии проходило накануне 102-й годовщины профсоюзного движения Свердловской области. Поэтому много говорили о профсоюзах. Председатель Координационного совета профсоюза города Леонид Ремезов рассказал об истории развития профсоюзного движения в России, которая берет свое начало с 1905 года. Что первые профичейки появились в Москве, Санкт-Петербурге и на Урале. Леонид Ремезов рассказал о той работе, которую проводят профсоюзы города. О формах и механизмах взаимодействия и развития социального партнерства доложила заместитель главы Екатерина Волкова. Представители профсоюзов и общественных организаций входят в состав и принимают активное участие в работе межсведомственных комиссий, координационных советов, других объединений, созданных в администрации. Таких объединений больше десяти. Если мы посмотрим, где решаются серьезные проблемы и выносятся решения, всегда есть представители профсоюзных организаций. Системно и несколько раз в год проводятся встречи представителей организации с главой администрации городского округа по актуальным и проблемным вопросам. И сегодня уже было сказано все торжественные мероприятия и акции, которые проводятся, достаточно значимые у нас в городе. Потому что общественные организации – это действительно активные участники всех мероприятий и имеют огромную роль. Глава города поддерживает все инициативы профсоюза и особо отметила, что это сегодня мощнейшая организация. Профсоюзная организация, которая поддерживается в первую очередь и становится основой для защиты прав и интересов промышленных предприятий, в частности, градообразующего предприятия. Люди с гордостью вступают в профсоюзную организацию, участвуют в мероприятиях и с гордостью говорят «мы члены профсоюза». И вот лично я даже признательна и благодарна, что здесь не идет в расчет экономическая составная часть, не идет, вот правильно сказал Леонид Юрьевич, в расчет освобожденной или неосвобожденной основы. Потому что я союзник города Азбеста, это звучит более чем гордо и достойно. Утвержден план работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Азбестовском городском округе на 2020 год. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.